добрый день дорогие друзья здравствуйте всем кто присоединяется нас уже довольно много я очень рада вас видеть сегодня у нас довольно такая непростая тема и вопросов накопилось довольно много и вот последний вопрос который мне был задан очень часто мужчина виноватит и говорит о том что ты сама меня выбесила поэтому я перед тобой извиняться не буду ты у меня проси прощения за то что у меня было плохое настроение то что я в сердцах наговорил тебе очень много неприятных слов ну давайте наверное начнем с того от чего бывают ссоры в семье напоминаю пока мы собираемся сейчас напоминаю что друзья я с удовольствием отвечу на ваши вопросы в конце эфира вопросы не пишите я просто на них отвлекаюсь и не успеваю прочитать я совершенно одна поэтому я потом их просто не вспомню и не поспею прочесть оставьте их на конец эфира я скажу когда вот задавайте вопросы и я прям сходу буду отвечать всем чей вопрос я выберу я подарю своих электронные книги вам нужно будет только мне в директ написать о том что вопрос был такой-то и непременно мы вам сразу и и вышли я очень рада что вы подключаетесь под наш новый формат и одна единственная просьба я не поспеваю прочесть все ваши вопросы если они под другими какими-то постами поэтому вот есть поста прямом эфире он ежедневно по средам в 20 это такое время моё когда идет мой проект в одноклассниках толстая лайв все будет окей когда он идет и это время которое я выбрала наиболее удачное когда все пришли с работы это не выходные среда удобная и вот именно под постом в среду пожалуйста пишите я читаю сама личность каждое ваше письмо и отвечаю тоже я если шаблонно там где взять книгу или там отослать книгу мне могут помочь а все что касается написания постов мыслей да все что касается stories все это я делаю сама мне приятно что вы мне пишите что смеетесь я стараюсь в story ставить такие картинки чтобы там где я захотала там чтобы смеялись и вы так давайте мы приступим к теме нашей программы потому что она сегодня довольно обширная почему люди ругаются знаете мы не можем не ругаться мы иногда ругаемся даже сами с собой напряжение обстановки может быть связано и с близкими и увидели мы как ругаются мама с отцом и с братьями с сестрами не всегда получается хорошо это родные люди что же говорить когда в нашу жизнь приходит любимый человек он может быть любым и принимать его нужно таким какой он есть мы прекрасно понимаем что если мы начинаем дрессировку или капризы какие-то то это элементарное простое детское поведение не приводящее ни к чему если ты мне вот это не дашь я не буду с тобой дружить ну иди ты лесом все закончилась ситуация то есть теперь приходится самому придумывать как бы мне подлизаться для того чтобы коммуникация дальше длилась из-за чего люди могут ругаться наверное потому что в какой-то определенный момент вот в самом начале отношений недовыяснили очень важные моменты например как ты относишься к вере допустим один православный другой мусульманин и та и другая вера прекрасный и в одной в другой вере призывы к светлому доброму хорошему призывы к тому чтобы человек жил сто лет и не тужил но иногда бывает когда любимый человек говорит ты к своим попам снова идешь она например не соблюдает какие-то элементарные вещи которые упросят супруг на религиозной почве очень многое но по крайней мере я встречаю разногласий из-за чего ругаются чаще всего мы когда замуж идем мы думаем что вот он пришел человек он мне поможет жить я ему помогу жить он пришел чтобы я стала больше чтобы он стал больше я буду его поддерживать я буду стараться я буду работать и складывать в общую копилку я буду ухаживать за ним я буду его развлекать но как к сожалению к сожалению приходим что-то в моем телефоне по всей видимости я у вас тоже у всех опять расплывчатая зато я себя вижу теперь великолепно снова не вижу никаких проблем так я просто вижу когда мне приходит сообщение и отвлекаюсь простите так и так на религиозной почве когда не сбываются наши ожидания и вдруг мы понимаем что мужчина не мечтает о том о чем мы читаем его скучно с ним сейчас ничего сделать не сможем ну почему я могу выйти из прямого эфира и снова зайти но у нас же уже была такая ситуация наверняка я его сохранил и будет нормальный эфир или лучше выйти ну как вы считаете что мне сделать чтобы у меня не было морда на весь экран растянута продолжать или ну ответьте уже мне раз я вижу ваше сообщение мне продолжать или или перезапуститься снова так ладно я буду продолжать когда человек не хочет ни к чему стремиться не хочет учиться когда с ним скучно когда ты понимаешь что в сексуальном я в сексуальном плане я совершенно не удовлетворена естественно мы естественно мы начинаем предъявлять какие-то претензии и реакция любимого человека мы чего говорим обычно когда мы произносим то что нас не устраивает мы хотим конструктивного диалога чтобы что-то было исправлено чтобы человек обратил на это внимание больше не повторял но это очень редко когда бывает мы приходим к тому что мужчина и женщина почему-то как два барана становятся на мосту и лбом друг об друга толкаясь пытаются добавки дала расколупать для того чтобы один или второй заплакал и разозлился или тут как обычно женщина она замок замолкает и идет плакать а мужчина орет и убегает ну самая классическая ситуация почему мы начинаем соперничать и в крики выяснять отношения непонятно любая конфликтология вам скажет что тихий голос он громче звучит нормально спокойно можно донести до человека и претензию и просьбу и мольбу и обиду свою то есть все можно рассказать и если вы не можете не умеете коммуницировать так может быть мы начнем с того что конфликт это как раз уникальная возможность разобраться в том что именно тебе нужно чем ты можешь пожертвовать умеешь ли ты вообще разговаривать с людьми слушаешь ли ты человека слышишь ли ты его вот во время конфликта каждый считает что он прав давайте отставим это и такую такую как вот на таковище птица вот она сама собой орет и иногда мой может комбайн закрутить потому что она не слышит даже что громко звучит рядом вот когда человек орет свое он не уверен в своих силах чаще всего он пытается докричаться ему кажется что как из владивостока до москвы можно москва москва как в анекдоте да и кто-то говорит а позвонить не пробовали вот то же самое здесь но почему не написать письмо если вы не можете сказать словами многие говорят я не могу ей отказать я не могу сказать ей что я ее не люблю я не могу ему сказать что я не пойду замуж я не могу набраться сил я ему как будто служу я не могу сказать ему что меня что-то не устраивает я знаю что он даст шизофреническую свечу и будет сейчас с вылупленным глазами орать пена у рта не хочу этого ничего даже затеваться вот в конфликте если вспомнить слово я уважаю себя и я уважаю своего партнера я сейчас не на битве не на поле боя я сейчас выясняю отношения для конструктива я созидаю даже если мы сейчас придем к какому-то решению я не хочу больше на эту тему ругаться с ним то есть вот вот хочется отругаться на именно на эту тему раз и навсегда но раз уж не удалось в самом начале поговорить о том что вот так у нас будут с тобой храниться деньги женщина начала просить деньги он кричит на нее она говорит я в жизни никогда не думала что человек с которым ты вместе ложишься в постель делишь кусок хлеба пополам может до такой степени унижать оскорблениями на просьбу денег она говорит уже следующий раз он так себя ведет что в следующий раз не хочется даже попросить а я всегда говорю что это манипуляция человек закричал в залаяла собака ты испугалась накрылась тазом прикилась дохлой все он результаты достигнут он хотел чтобы ты денег не просила ты их не просишь то есть ты не кладешь деньги раз два три четыре пять опять у нас вопль крик то есть следующий раз ты каждую копеечку приносишь и складываешь в эту коробочку только чтобы не дай бог он не подумал что ты купила себе лишние ритузы или не знаю крем для носа или для уха или для пятки хотя ты живу тоже под кровать не прячешь он на самом видном месте он прекрасно должен понимать что какие-то средства должны быть у женщины и мужчины свои на мелкие расходы ему тебе цветов купить тебе ему колбаски купить но не бывает такого чтобы люди отчитывались друг другу вот как каждой копеечки которую заработали которую потратили есть семьи где один не зарабатывает и тогда его унижают тем что ну как бы ущемляют права до уезжают тем чтобы покажи чек на заплату телефона покажи чек из магазина покажи она как крепостная она говорит что я готова оставить семью детей идти работать только чтобы принести в зубах эти 400 рублей чтобы он успокоился что я тоже что-то принесла я прекрасно понимаю что он может быть кому-то это совершенно сейчас не интересно но я то выслушиваю именно жалобы людей и если человек обращается к психотерапевту значит он еще не готов рубить значит терпелка еще работает и человек спрашивает какие есть варианты выхода из этой критической ситуации то есть она становится стереотипной я прекрасно понимаю что или мы кричим как два суслика и точно у нас вечером будет супер ночь любви просто крыша будет подниматься и мы уже понимаем что мы по трезвому не любимся мы просто так когда полное благополучие поужинали телевизор посмотрели повернулись попа к попе и спим стоит нам поругаться у нас нормальный хороший секс получается только конфликтный адреналин может завести мужчину или женщину или она там в соплях слезах он ее жалеет и у них там все получается или она его упрекает нас какая-то красивая злая и опять у них все получается но ребят если мы на эту стезю станем то вы должны просто понимать что перед каждой супер постели у вас должен быть конфликт почему ругаются семьи потому что шестеренка же со шестеренку зацепилась и кряхтит часики не идут не идет как по маслу вот не идет нормально ничего то есть мужские обязанности есть женские обязанности в есть время которое лучше всего подходить друг другу и просить о чем-то потому что каждый из нас может заниматься своим делом и реально осерчать только потому что я должна все бросить писать вести прямой эфир и сейчас там помочь что-то перенести или прям немедленно сейчас сварить кисельку я это сделаю с удовольствием но только чуть более другой временной промежуток это нужно просто донести тогда любящий понимающий человек понимает что да действительно на и ведет прямой эфир какой киселек или сам сварит или подождет или я сварю его заранее в следующий раз потому что он будет мне заранее говорить о киселек то я все равно хочу и я придумаю когда в какую секунду ему это все сделать почему я всегда говорю о том что нужны инструкции по применению друг друга потому что очень часто мужчины могут раздражаться от одного и боже вот он едет с работы домой и просит можно будет всегда вот я захожу домой а у нас закипевший чайник и 1 и 2 и 5 и 500 и несколько лет он горит я приезжаю чайник холодный ну это что трудно ну я говорю напиши на стене позвони ей за 15 минут до своего приезда и скажи люся я еду включить чайник те трудно если ты каждый раз даешь такую реакцию о том что она тебя не слышит и снова чайник не кипит ты просто цепляешься к мелочам или там тарелка в тарелку нельзя ставить потому что дно будет грязной и потом его надо будет мыть и ты потом может быть не отмоешь и потом поставишь не дай бог она засохнет короче целая вот такая теория несешь эти тарелки грис слышь ты угомонишься я сама их буду мыть говорит нет папа носил в двух руках тарелки папа попросил маму мама всю жизнь носила двух руках тарелки если себя поймала на мысли его рядом нет а я в двух руках несу тарелки но не трудно мне научиться делать то что просит мой любимый человек это правда такая ерунда надо ему буду носить хоть зубах не нельзя одну в одну буду 15 раз ходить лишь бы он не раздражался я знаю что это может его раздражать есть человек которым надо чтобы без пяти мы выходили и вот много лет все равно начинается эта беготня за ключами в обуви в фуре это бегает на пути не стойка у нее даже попросить нельзя ни носки ни рубашку она может все и поглажено но она ничего сейчас не подаст потому что у нее забег перед выходом а у нее такой забег у тебя надо стоять без пяти ребята распределитесь пусть она добирается сама по себе ты добирайся сам по себе зачем выходить из подъезда расходиться в разные комнаты и за десять минут успеть десять раз переругаться только потому что у вас не музыка включена и каждый делает свое дело один стоит и ждет второго зачем многие вещи действительно можно обсуждать и во время конфликта мы можем понимать что один само утверждается за счет другого вот прям реально показывать ты мышь под диванной я король мира вот смотришь на него господи лысый старый чебурашка вот что вот что ты надуваешься уже не первая жена у тебя да вот уже что что те дует чуть не так елка ты новогодняя давай мы тебе поставим звезду включим ее давай выйти обмотаем лампочками что тебе нужно чтобы тебе было комфортно давайте белую скатерть серебро давайте вот это поставим у нас есть чашка под ней надо поставить горелочку чтобы горела чтобы горячее было наливайте мне как в балчуге наливают чай да давайте постелим скатерть да давайте поставим этот подсвечник ну давайте поставим эту горелку все папа папа жарились все по обливались как бал чуги чай не получилось опять все встали он поднял прошу прощения и ушел и все должны не станции без него эти тарелочки в руках только потому что он будет серчать так тоже нельзя это детское поведение человек строит дрессирует мы это все должны понимать и если такое происходит ты говоришь вот это вот буду делать вот это буду делать вот это буду а вот за это я требую вознаграждения вот смотри я тебе накрыла сегодня а ты вот я сегодня накрою тебе вот так как ты любишь а ты меча за это то есть очень часто бывает что и и рыбу ты кормишь и попугая ты кормишь и обед ты готовишь и накрываешь ты он стал пошел смотреть марь сергеевну по телевизору а ты как енот полоску моешь в раковине раз два три пять на пятом году начинают не выдерживать нервы это не не любовная лодка разбилась а будет а ты устаешь все время прыгать перед ним на голове бант на голову на ногах план ты такая накрашенная вся скачешь по квартире но однажды снимаешь бант снимаешь план ты говоришь слушай а давай ты помоешь посуду а давай ты сходишь за петрушкой а давай ты мне нарежешь чесноку и когда человек вдруг удивленно спрашивает а почему ты это делаешь а ты же никогда не просила вот тут приходит очень светлое осознание мы ведь действительно очень часто сначала все делаем сами вот мама его учила что вот он чашечку поднял а там вот кругляшечка мокрая значит надо взять тряпочку и подтереть мы что делаем сам начали отношения ой стой 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 ой я сама 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 сиди 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 я все помою иди садись мы сначала сделали одно проходит некоторое время мы ему говорим кругляшки от чашки на столе зачем бросил я хожу вот с тобой подтираю блин он умел это делать он это делал зачем забрала чашку то же самое любая мама воспитывает мальчика не алкоголиком не грубия нам не хамом вот смотришь жил был нормальный мужчина живет женщиной и через некоторое время запил какой-то опущенный ничего не хочет тазом накрылся вот в прямом смысле вот смотришь глаз не горит у него и ты понимаешь что кто-то из двоих забирает энергетику друг у друга и очень вероятно что это не мужчина я очень люблю людей я очень люблю и мужчины женщины у меня нет здесь я за тех я за тех я просто рассказываю то что когда мы выясняем отношения нужно понимать что каждый каждый каждая минута нашей жизни выделенная на это она должна быть продуктивной то есть просто орать смысла нет никакого свисток свистите с брызгалки брызгайте не знаю кричите красная ракета уходить из глаз долой все что угодно если вы сейчас выяснять отношения и он и ты у вас есть время и у вас есть ручка с листочком вот перед мордой лица то этот конфликт должен быть конструктивным отругались на этот счет и больше никогда вот точно так же как судья не судит дважды за одно и то же преступление нельзя потом когда вы будете следующий раз кричать по другому поводу вдруг вспомнить вот это то что вы сейчас не закричали это нельзя делать то есть если мы ценим и уважаем партнера и прекрасно понимаем что я сейчас не ледяная королева которая сейчас так и быть может быть с ним поговорить так и быть расскажет где его косяки передо мной сидит равный человек такой же точно как и я и точно так же сидит и дуется на что-то на что я не догадываюсь вот наверное если мы будем говорить о пользе конфликта то первое к чему я вас призываю когда говорю разговариваете друг с другом не надо никаких загадок совершенно не нужно во время конфликта а вот догадайся чё надулась вот ты взрослый мужчина сам должен понимать или там ну например какие еще бывают фразы неужели ты сам не видишь то что между нами происходит послушай если у вас начался разговор и у тебя есть конкретная претензия ты ее отзвучивай коротко четко так чтобы человек услышал не спиной стоял не соседней комнаты мы орем а мы посмотрим человеку прямо в глаза и проговариваем ему все что не так я просто знаю что вот именно лидерство в паре именно когда один самоутверждается за счет другого когда идет унижение по поводу денег когда сексуальная неудовлетворенность когда допустим нет ласки заботы внимание вот все о чем мечталась когда замуж уходила этого ничего нет да и тогда тогда вот и вы именно в этот момент если вы четко не скажете что ты так у вас просто мне не нравится с тобой жить мне с тобой некомфортно а то что это касается того что ты ты холодное бревно в постели потому что он не дает тебе денег это что же надо разобраться и надо друг с другом реально говорить о том что если ты мне ничего не даешь не это я сейчас не дашь на дашь его вас учу а я просто рассказываю о том что если один человек все время дает 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 а другой человек ничего не дает ему взамен значит нужно сказать что тебе нужно вот элементарно просто проговорить о том что допустим если я виновата я могу прийти сказать я готова материально понести компенсации материальные то есть я оплачиваю сегодня ужин в ресторане пойдем разговаривать буду каяться буду буду каяться или наоборот там я оплачиваю полностью поездку в метро все продукты которые мы купим даже если состоятельный человек он может взять эту компенсацию как ни странно но я знаю много женщин которые получили огромный подарок и простили измену то же самое она тоже причина конфликтов очень часто бывает и когда мужчина говорит прости меня больше никогда 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 в жизни больше тебе не изменю милый мой вот я была на программе дом 2 и сказала что ты так клянешься божишься вот если ты никогда не изменишь ну переоформе на нее квартиру пусть она будет спокойно женщина будет спокойно если ты в очередной раз пойдешь свои раздуды она просто не откроет тебе эту дверь и далеко практически никто из мужчин не хочет соглашаться они говорят что и следующий раз просто когда я загуляю я эту женщину оставлю я просто не буду ей врать а зачем с тобой столько лет жила зачем она сейчас сидит и выслушивает твои извинения вот ну вот это неприятный момент но компенсировать вину всегда можно я почему это сейчас рассказываю по телевизору очень много сейчас идет разговоров о вот этой аварии которую совершил наш артист и в самом начале он говорил что то бабло есть и да я виновата да я буду компенсировать его даже меня брали интервью спрашивали ну он дал семье хоть что-нибудь а семья в этот момент пошла поток шоу но при этом сам он ничего не предлагал и извинения вы сами видели прочел по бумажке ну прочел и молодец но сам сам факт то что сейчас когда закатилась буча и там начали что-то в противовес говорить вдруг родственники очнулись и наконец-то только сегодня озвучили сколько они готовы взять сумму денег за компенсацию ну вот опять уберем этот пример возьмем другую аварию девушка сбивает на дороге человека все понятно вот она подходит кипишует вызывает скорую помощь все она помогает его положить на каталку она не сидит над этой кроватью в больнице но я все понимаю извините тоже но она сказала тысячу раз но голубушка нужно сейчас выделить определенную сумму на лечение то есть не задумывается никто о том что нужно будет заплатить денег потерпевшему потому что это нужно сделать хочу когда вас дома оскорбили побили изменили вам помочь ли вас в ученую материальную компенсацию не хотите претендовать вообще никак то есть вам сказали прости и вы должны пойти тихо в уголке поплакать я не знаю красному углу перекреститься салфеткой вытереть сопли и дальше пойти нет так она жаба этой останется и первое что спрашивает как него простить может быть даже целый эфир такой сделаем как мне его простить чтобы дальше с ним жить вот закусилась и все все время думаю про эту рыжую с кем он изменял все время думаю о том что что у меня там куда послал не сказал что ты для меня неважно можешь идти на все четыре стороны вчера там дурой назвал кому-то как с гуся вода кто-то прям совершенно там в обморок падает от того что и думали что на принцесса она оказывается королева вариантов очень много поэтому один из один из путей нужно сказать человеку что да у нас вчера был очень неприятный разговор я могу помочь тебе искупить твою вину опять террористы те же самые они просят чего-то для того чтобы отпустить и заложников и и там выйти из помещения то есть да это манипуляция да но если с тобой с тобой поступают точно также дома 1 2 3 5 так значит получается что самое легкое что может человек отдать своей жизни это деньги а если он не отдает деньги значит он отдаст время силы энергию жизнь свою настроение свое возможно короче деньги есть возможности и люди берут их если люди берут надо сказать слава тебе господи и отдать их так устроен русский народ я не могу сказать что мы там страшные взяточники но если есть возможность решить какой-то вопрос определенной суммой денег и там взяли слава тебе господи опять чем это отличается домашней конкретологии точно также иногда мужчина с глубоким удовлетворением подарит за измену жене квартиру или машину но если она сглупила то она получит туфли или колечко на палец 105 которые будут валяться в сейфе в этом и смысл заключается что если виноват он вот многие любящие говорят я не выдерживаю я не выдерживаю сразу иду кися зая все-таки пусть и вот тебе не да вот тебе постели вот я лежу такая барышня легли и просят любви раз получилось он сказал спасибо что мне не пришлось извиняться там я виноват там буркнул что-то она приняла и все опять извиняться и колокольчики 2 а уважение у него к тебе уходит и у тебя к себе тоже уходит получается что в любом случае если человек виноват он должен озвучить эти слова если вы прекрасно знаете что рядом с вами ну вот годзилла мужчина который не собирается извиняться он тысячу раз завиноватит прежде чем признает свою вину а еще же вы помните в песочнице когда мальчики сидят им говорят что если ты у бабы попросишь прощения ты тряпка ты подкаблучники вот они как захватили вот эту вот мысль так они ее по жизни и несут я очень часто разговариваю с мужчинами состоявшимися состоятельными и они говорят что чаще всего так поступают инфантильные люди вот которые в песочнице так мозгами и засели мужчины уважающие свою женщину в жизни никогда не будут бояться слова подкаблучнику они говорят я люблю свою женщину ну как володя турчинский мой друг царство небесное вове вспомнили добрым словом хорошего чая как ночи он говорил что я сыркой буду воевать мне войны в другом месте хватит и это так уважительно к мужчине но давайте будем говорить что скажем так таких состоявшихся воспитанных правильных мужчин не так уж много чаще всего мужчине нужно подкатить шар бильярдный для того чтобы он его стукнул разрешить ему дать ему возможность попросить у себя прощения сделать что-то фундаментальное чтобы он открыл рот и сказал да ты крутая я был неправ принести ему 10 доказательств красно-блокнотики для того чтобы он понимал что мать ты провела титаническую работу признаю явно торе был неправ то есть вариантов очень много просто вот я права и все вот стала бараниха и от тоже самое вылупленные глаза мокрые волосы кто бы поднес зеркало в эту секунду к морде лица честно вам скажу медуза горгона что один что второй страшный жуть вы во время конфликта друг друга не залюбите это сто процентов и вы должны прекрасно понимать что если вы человек разумный есть несколько путей можно в своей манифестации выложить за несколько слов простыми словами и сказать что я тебя не тороплю подумай я приду за результатом один из вариантов чувствую что накаляются уже повизгивает он уже брали вот тут уже все на носу тихонечко линяет для того чтобы до конфликта до того как вы поругались и вы что-то что-то я смотрю ветра дуют не ой какая-то нам сегодня не то атмосфера давай перенесем это на завтра я к такому марлезонскому балету не готова или там перевести в детское поведение там превратиться в белку и сказать да белка меховая да я обижаюсь я не понимаю белый человек ты что-то кричишь на меня лучше сразу убей ну вариантов очень много кокошник можно пойти поменять майку можно пойти сменить с духами на духаница прийти ты уже в другом настроении можно сказать перерыв на чай и музыкальную паузу включаете там ему высоцкого или какую-нибудь крутую песню общую любимую моментально уходит другое настроение другой нас другая тональность другой настрой перерывы кстати во время скандала это великая вещь нужно ли извиняться когда он виноват иногда бывают такие моменты девочки когда нужно сейчас я его озвучу это тот самый момент когда вы будете с ним расставаться если мы говорим о женской хитрости и вы понимаете что человек накосячил выше крыши и жить вы с ним в дальнейшем не будете и сейчас нужно очень нормально и гармонично поделить нажитое непосильным трудом натянутая в скажем так гнездо вы понимаете что сейчас его манипуляция заключается в том что он кричит замыкается ушел в другую квартиру молчит нормально сам виноват сам сам тихо у полз куда-то и ты как хочешь так и живи с детьми вот в этот самый момент есть возможность написать ему смс сказать о том что давай с тобой потолкуем и наверное более разумно было бы каждому поползти в разную сторону поговорим с тобой как бы воспитывать деток что ты мне оставишь я тебе скажу устроит меня это или нет придем в любом случае какому-то консенсусу виноватим человека в том что он полюбил другого человека и хочет с ним быть вот виноват он или не виноват когда мы говорим об измене наверное мы сделаем специальный отдельный эфир на эту тему изменяют же обычно как родине партии крови и родителям изменяют а когда мужчина и женщина садятся друг напротив друга и говорят давай будем вместе давай будем делать друг друга счастливыми давай будем вместе навсегда там всегда всегда вот когда один хочет сделать шаг назад и уйти это же не такой консенсус как давай будем вместе и иногда человек пришедший и говорящий я тебя не люблю более честен чем тот который изменяет и у нее трое детей на стороне и ты узнаешь это уже на старости лет когда ничего не изменить или там не можешь понять что он цепляется к мелочам почему орет почему бьет а у него там цыпа есть рис описок где-то и он ее ласкает и пишет ей приятные смс тут кто правду пришел сказал наверное даже меньше виноват он виноват в том что ты сейчас так себя чувствуешь он виноват в том что не смог выполнить обещание какие-то но ну представьте себе вот ситуацию допустим вот я пришла кому-то села на стол антикварный а там гвоздь при мне в самую пятую точку и мне на этом гвозди очень плохо как вы думаете я буду сейчас сидеть за столом и думать что обо мне подумают люди если я сейчас стану и уберу этот стул и попрошу другой или как вы думаете я буду очень долго думать надо мне вставать гвоздя или нет или жопа у меня будет вся в крови или или я вся поранюсь заражусь какой-нибудь ерундой это вообще мы просто вскакиваем со стола и говорим у вас некачественный стол дайте другой табуретку все что угодно нет так я лежа поем но в любом случае на этом стулья сидеть не буду вот вот то же самое происходит в жизни каждого из нас мы когда конфликтуем и когда приходит ситуация которую нужно выяснять подумайте очень вероятно что то что вы требуете от для любимого человека это как гвоздь пятку бьет вы идете в большой театр под ручку а ему больно он уже не хочет ни театра не вас не спектакля денег ему не жалко он ничего не хочет он думает только про лавку вот так устроен человек что то что может тебя обижать и ты думаешь что ему нужно перед тобой извиняться очень четко надо ограничить за что ему нужно извиниться прежде чем уйти за то что не оправдал доверие за то что не выполнил обещание делать тебя всегда делать тебя всегда то на первом месте да почему так бывает я очень часто именно это выясняем и на приеме но в тот момент когда приходит измена и женщина понимает что он тихо линяет как акварельная красочка он виноват но нужно идти плакать и делать плакать и звонить плакать и писать то есть понимать что да ты меня обидел но нам нужно договорить есть еще вариант другой сейчас очень модная профессия называется на медиация это определенные люди которые умеют это психологи с фундаментальным таким образованием иногда юридическим иногда пользуются помощью старых судей которые уж четко знают где какая лазейка как вы вопрос решите допустим ругаются две комп корпорации крупнейшие приходит медиатор приходит там кока-коле и говорит слушайте вот допустим ксерокс не может вам дать вот это но может дать вот это может быть вы возьмете и мы не пойдем на этот долгий суд где вы очень много потратите идет ксероксу и говорит вы знаете вот там допустим кока-кола не может вам дать вот это но может дать вот это вот это и вот это и иногда медиатор добром за сущие копейки решает такие вопросы которые действительно обесточили и украли вы очень много энергии сил времени и денег у этих корпораций или там состоятельный мужчина разводится со своей девушкой точно также она ничего не вы кричит он опять закричит она опять заплачет он не скажет в чем пришла там иди он в машину свои шелковые платья побросай и иди куда-то но если у нее есть право и она официальная жена значит придет или адвокат или медиатор и что-то да все-таки она получит короче если окончательный уход и вам нужно разойтись по-человечески то лучше всего выбирать и разговаривать даже если он не хочет не извиняться не расшаркиваться дни не мириться то есть вы понимаете это финал окей я на этот финал и я понимаю почему это дело я себя уважаю поэтому я заберу свой трофей приблизительно вот так так да еще бывает недопустимое поведение подождите у нас же бывает недопустимое поведение то есть жили-были он она поженились вдруг ни с того ни с сего и кто-то из друзей его подсаживает на наркоту допустим или там не пил не пил потом сейчас как зюза лежит вот как свинья уже две недели пьет и женщина говорит это уже не первый не второй не третий вот у меня нет сил больше смотреть на я рядом должна или в эту лужу сесть и с ним вместе пить и тогда у меня будет радужная жизнь или собственно говоря я не понимаю почему я живу в запахе консервных банок в . бучков затушенных вот в кельку и вот этот перегар от алкоголя я не понимаю где приговор суда который написан что я должна здесь быть хотя бы одну секунду несовместимое поведение он говорит пойдем-ка тузька мы с тобой украдем у соседей ложки а ты можешь знаешь я не воровала в жизни никогда тебе в карман не залазила не читала твои смс ки а ты хочешь чтоб я на тассе постояла это недопустимо или ты там узнаешь что он изнасиловал дочь или ты там просто я психотерапевт я слышу столько этих и рассказов что такое несовместимое поведение не буду садиться рядом пить не буду колоться рядом и терпеть это и скрывать этот родителей от твоих не буду о том что ты в очередной раз там где-то что-то ты я увидела и я так ну ты никому не скажешь я никому не скажу я всем скажу и как хочешь так и думай обо мне будем расставаться будем расставаться есть такие вещи когда нужно подсознание такое кричит уходи вот вот секунду надо даже если вы в твоей квартире живете надо разворачиваться на пятках и линять потом разберетесь потом поделитесь новую своя психика ее нужно беречь она нигде не продается ни одного ларечка нет где продается день вашей жизни и ваша нервная система матками так но бытовые конфликты мы обсудили а карьеризм когда человек говорит ну вот я звезда звездовая вот посмотрите на меня да я такая вышеписываю на забор вот вы все мне должны какое-то время могут люди построиться потом уже отчет должны это ты чё какаешь зефиром у тебя поперек что-то ты ты в чем отличаешься от других людей ты пришла домой села тапки сняла свой костюм свисток свой смыла такая же точно тетка как и все остальные точно также и мужчины вот он такой начальник у него куча в подчинении он также точно ширинку расстегают в лифте если ему приспичило в туалет и бежит в эту ванну как как все приличные люди он также есть вареную колбасу и рыдает когда умирает мама в чем он отличается других людей он такой же кожаный а не железный и поэтому когда такой карьерист говорит сейчас мне не трожьте вот сейчас я озвезденюсь на нас посыпется бриллианты и потом может быть я вам всем улыбнусь вот в этот момент нужно понимать что он звездится но я тоже здесь рядом с ним должна чем-то заниматься или вы занимаетесь его делом поднимать его на постамент работаете пиарщицы помощница еще кем-то становитесь незаменимой и вы он уже никуда от вас не денется или аккуратненько строите свою карьеру потому что очень часто бывает что он туда на лес залез плюнул с высоты на тебя сказал спасибо маша что ты мне помогла теперь у меня будет глаша и пошел с цепость какой-то на 20 лет моложе дальше а ты сиди обтекай это тоже не вариант то есть конфликты же разные бывают приходит актер с приехал из гастролей устал страшно а дома борща нет и вот собственно какие к нему претензии если его неделю не было он недавно позвонил три раза прислал денежек там на ту же самую капусту а в этот момент жена учится на тренинге это не повод для для конфликта что нет борща то есть если женщина не поспела значит она или не хотела или не могла ни то ни другое ты не можешь изменить нужен тебе борщ ее дома нет становись и варим борщ вот если это правильно все поставить на нужные русла и если нету сегодня ужина по любой причине не хочу я его готовить не могу я его готовить не придумала я его есть я не хочу а ты хочешь значит походил походил понюхал воздух смотришь не собирается готовить значит открываем морозильник смотрим что там есть и тихонечко достаем это наверх очень вероятно что женщина увидит что что он выбрал из продуктов и сама приготовит но если никакого жима нет то запросто может быть будет сыр и бублики такое тоже возможно и это тоже не повод для конфликта так да да когда мы конфликтуем очень часто одинаково поступаем то есть одинаково хлопаем дверью одинаковые слова кричим это становится таким определенным стереотипом и если вас интересует как правильно конфликтовать то я бы рекомендовала не давать стереотипных реакций то есть действительно вот кричать в ты ведешься у тебя не спортивное поведение разговаривать будем там завтра или там желтая карточка мужчина со мной так нельзя или там разворачиваемся уходим или начинаем марать просто посредине ресторана когда он там все вы пьете вино у вас там годовщина кто-то ему звонит 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 и вы уже в бешенстве даете нестандартную реакцию конечно он называет вас на нецензурным словом или добрым незлобливым но в любом случае он трубку больше брать не будет то есть вариантов дрессировки друг друга это у людей как раз называется воспитанием очень много у меня есть книжка называется на любовь от заката до рассвета воскресенье чувств здесь довольно много на эту тему и есть книга служба спасения любви не позволяя своему принципу превратиться в козлика там довольно много методик вас дрессировки животных которые переведены на человеческий язык и как можно сделать чтобы человек перестал быть недоволен тобой и в дело что такое что нужно вам двоим я приведу пример допустим собака бежите вы по по парку вы идете и собака не слушается не слушается совершенно отпускайте поводок и ложитесь на траву она боковым зрением видеть что вы легли на траву делает круг приходит и смотрит на вас это не умер хозяин это ты чулёк то есть все автоматически вы все прицепите все сделаете она будет слушаться ближайшие 15 минут или там совсем безобразно себя ведет привязали собаку на поводок и ушли через час приходите на вас любит она вам рада что нельзя это все на конфликтологию привести это что нельзя в семью привнести можно только шутками прибалутками хорошо поступает человек вот тебе рюмочка и огурчик плохо поступает человек ключами по носу или оставляем на на час возвращаемся он тебе рад вариантов очень много так если вы если вы мудрый человек то все время убегать от ссоры нельзя вот сейчас чувствуешь назревает я слиняю чувствуешь назревает я слиняю ему тоже надо проораться и манифестировать то что он хочет сказать а ваша задача услышать то что он говорит может быть даже записать себе в блокнот и через некоторое время спросить или сказать что смотри-ка ты вот это исправил я очень довольна ты порадовал меня непременно проговаривайте и поощряйте вот как сахар дает во время дрессировки там этим тюленям вот точно также и друг другу надо давать сахар так устроены люди и так когда мы хотим помириться давайте мы уже отругались мы хотим помириться первым делом вот все вот под потолком электричества только что проорали друг друга наскорбляли много всего сделали перерыв обязательно нужен то есть нужно чтобы один и второй подумал по был в одиночестве покусал ногти не знаю поплакал по все что угодно там позлился поездил по садовому кольцу вот нужно время для того чтобы остыть и тогда будут более продуктивные слова они это обвинение или допустим самоуничижение или признание своих вины надо не надо вот так категорически нельзя делать кстати тысячу раз извиняться категорически виновата скажи прости а просто так прости это как вот послать человека лесом раз послал 235 а потом она привыкает к этому и уже ты когда ты хочешь по-настоящему обидеть тебе надо будет изобретать куда и в следующий раз посылать так значит когда когда мы начинаем мириться и на мяско ласковая мяу идем то категорически нельзя упрекать то есть вот допустим вчера прорались и не помирились с вечера вот утро как-то надо поздороваться вот бывает такое что женщина начинает и что ты думаешь я должна была вот прыгать вот когда ты в два часа ночи пришел в ладоши что ли хлопать этот вообще не поможет вы только опять выбешивайте его нужно говорить что я те ждала зая почему ты не позвонил я не хочу звонить по моргам искать этих друзей унижаться я не хочу звонить твоей маме это все не надо я беспокоюсь ты можешь мне написать зая до двух часов буду занзибарить развлекайся сама дети спрошу точно ты мне напишешь точно и я уйду с девочками петь в караоке но ты же не написал почему я должна сидеть с маленьким ребенком тебя ждать почему я должна съеду и сидеть тебя ждать 15 минут греть почему я ну когда я задолжала просто расскажи мне и все если это не будет упреков а вот с шутками прибаутками опять это все принесет нужный важный результат так когда вот все проходит какое-то время все равно вернуться к тому что было разобрать и сделать вывод надо бывает люди промалчивают я знаю одну семью когда вот баталии с вечера там такие стулья с гробом ложки на пол там мама дорогая там снимать можно этот цыганский сериал утром все стали привет 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 здравствуйте каждого по имени назвали как кучцы в глаза в прямом смысле то есть думаешь на этих людей они чего-то вообще ну как у них новый день настал и как будто не было ничего у них это тоже друзья не годится потому что люди просто понимают что следующий раз про политику мы не будем говорить папину там четверку которая там уже рассыпается в гараже мы не будем трогать то есть мы не будем какие-то политические ситуации трогать не будем обсуждать пусть говорят не будем трогать там его предыдущую жену там три брака назад с дочкой которая 16 раз выходит замуж то есть мы реально понимаем мы кричим на эту тему больше мы ее не касаемся на эту же тему тоже можно иногда говорить тихо 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 на мы снова переходим все границы друзья эта тема запретная эта тема запретная этому обсудили вчера ну или слов стоп-слово апельсинка который используется и во время грубого секса и во время большого скандала когда вы друг другу просто говорите апельсин это значит иди ну куда надо идти и риск закрой свой рот ты все равно ничего хорошего больше не скажешь или давай остановимся то есть вот если у вас есть слово остановка прекрасно то есть прекрасно его надо сделать и многократно ему напомнить что она обозначает именно это просто закрой рот ты говоришь безобразные так да еще когда женщина пытается помириться с мужчиной я очень рекомендую тактильные прикосновения то есть одним пальчиком тронула за локоток тронула плечи по помяла подошла голову положила мур-мур-мур сказал сказала там я понимаю что ты виноват я понимаю что тяжело попросить прощение там я дам тебе шанс а сейчас пойдем поедим там я приготовила то-то и то-то такие варианты тоже возможны и мужчинам очень благодарен что женщина просто чуть-чуть помогла ему переступить вот через вот это не могу попросить прощения если он молчит оставляйте его в покое пусть он подуется сдуется и в любом случае улыбнется на какую-то шутку музыки побольше там где много молчанов так да если если мы миримся после побоев то есть в любом случае если на вас подняли руку мой вам совет первое позвоните его маме всегда и спрашивать что надела в тем в те моменты когда он ее побил непременно не скрывать это всегда ездить травмпункт снимать побои даже если вы не будете писать заявление одну-два-три в красной папочке могут храниться у подружки это должен приносить просто ксерокопию и класть о том что я сняла побои они есть и есть еще в кое-каких местах еще раз повторится и меня здесь не будет или ты сядешь узнаю несколько человек которые остановились и автоматически сразу записываться на курсы легкой атлетики убегать или бокса тоже очень хорошо слушаются дети свекровь муж но очень помогает так так это не так используем любовь там да когда мы начинаем ругаться и миримся ни в коем случае нельзя приплетать детей и давать детям смотреть на конфликты и на примирение нельзя привлекать родственников чтобы прямо мама сада стоит при мне помиритесь поцелуйте друг друга за бред это правда не совсем правильное поведение в этот самый момент когда выясняют отношения двое это двое они в мыльном пузыре и никаких свидетелей при этом не требуется ни родственников не друзей и детей не мама этой пресловутой на что друзья я пожалуй закончила с этой темой до спрашивайте буду отвечать тема очень обширная и мне кажется действительно о том как сделать так чтобы было хорошо двоим как попросить правильно и чтобы сделал человек сделаем обязательно такую тему ну я машу всем рукой и я тоже всех всех рада видеть так а вот они мои вопросы так все рады не видеть всем не машут ну так наталья скажите пожалуйста как реагировать на нападки заловки и свекрови спасибо ох ты господи ну вот если учитывать что есть определенные районы у нас на планете где из детства прям учат что вот у тебя будет там заловка это это женщина взрослая по всей видимости говорит что и на нее ругается заловка кто что такая не могу вспомнить свекровь а свекровь это мама мужа заловка это его сестра то есть вот группа товарищей сражается с тобой шутками прибаутками категорически надо обозначить свои границы и говорите а зачем при не пришли ко мне со своим плохим настроением какая у вас цель я люблю вашего сына и не собираюсь с ним расставаться вы хотите ему плохо опять давать им ребенка покупать им подарки в принципе не психологически поглаживать за плохое к себе отношение а каждый раз говорить что когда вы со мной по хорошему и я буду золотая если вы будете точить на меня зло то мы не придем никакому решению это зло вернется к вам у меня очень хорошая энергетическая защита такие обычно очень сильно боятся всякие всяких эзотерических вещей нужно просто говорить у меня талисман мне сделала бабушка еще в 116 году очень сильный всех моих врагов наказывает поберегитесь так никакой агрессии просто скажешь мне неприятно можно пойду вот очень меня вручает я так всегда делаю здравствуйте я вас так обожаю я тоже вас всех очень люблю мои дорогие так все хорошо слава богу что все хорошо продолжайте так так я тоже кричала на мужа наверное хотела боль из души выключить попадала на подала на развод выгнала почему постоянно после расставания винишь себя и внутри постоянно диалог правильно ли я сделала послушайте никакая женщина с инстинктом самосохранения в кризис во время такое хриновение на планете не будет выгонять своего мужа на снег то есть если вы однажды собрали ему манатки и отправили его во своя си идите колбаской по малой спаской значит ваша терпелка больше терпеть не могла значит так как было уже не могло быть опять вас в отношениях двое сколько я знаю ситуации когда женщина выставила мужчину и если ему очень надо он делает все что по него это было он приходит кается падает в ноги умоляет заслуживает становится золотым бросает пить не за привет с парашютом обещает все что угодно но хоть что-нибудь делает по крайней мере на асфальте мелом что-нибудь напишет если вы его выгнали и он пошел значит так было бы только через некоторое время потом значит стариться с было нельзя опереться на этого человека было нельзя точно так самих мы его его потом расхлёбываем сада так натаря обожаю ваши лекции идем надо едем на дачу выписали из больницы мы справились обязательно посмотрю ваш эфир записи очень приятно друзья поздравляю всех кто справился берегите себя болячка очень нехорошая я за с марта месяца только два раза выходила из дома на венчание друзьям и на выборы больше не выхожу так наталья вас люблю не очень приятно друзья спасибо 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 как избавиться от чувства вины перед ребенком если выхожу на работу спокойно и ровно выходить на работу это ваша жизнь детей не рожают из мести и детей не рожают чтобы им служить если у вас есть возможность переложить их на плечи других людей свекровь вот для этого она как раз таки нужна и в мирное с ней отношения не знаю девочка студентка какая-то которая перехватит вас а вы два три четыре часа поработаете не знаю в ясли сад куда вы относите ребенка и идете напал на полноценный рабочий день нет никакой вины просто настал тот момент когда его можно отдать другие руки и наконец-то вернуться к себе самой рождение ребенка вы были колыбелька для малыша теперь вы его откормили и если вы когда я отрывала они от груди я подошла к колыбельке сказала доченька маме дали ординатуру я очень хочу ее получить я буду учиться прибегать сцеживать те молоко буду приходить я буду тебе внести что-нибудь обязательно вкусненькое я буду торопиться домой но мне очень нужно уйти поэтому ты переходишь на смесь ненормальный ребенок получился даже лучше чем если бы я его только грудью кормила вообще никаким не надо комплексовать по этому поводу совершенно ребенок должен изучать мир и держаться не только за вашу юбку перерезать пуповину он будет счастливей алкоголь больная тема это да нафиг таких друзей не знаю в какой теме как избавиться от чувства вины перед ребенком а что у вас камера на телефоне я не знаю какая-то увеличенная не знаю что случилось будем искать причину мы сохраним эфир и дать там в ютюбе я буду красивая милая как я сейчас себя вижу если бы я видела что у меня морда растянутая я бы еще раз вышла бы не по новой включила я так рада что встретила вас на просторах интернета спасибо когда сохраняется видео все будет хорошо ну что друзья вынуждены с вами попрощаться пишите все кому я ответила я пришлю вам книги спасибо большое автору письма тоже я вышлю ей книгу и мне начинает нравится прямые эфиры и я так долго сопротивлялась не хотела быть похожей на всех так долго не хотела их вести а сейчас понимаю что я жду среду и жду ваших реальных настоящих историй потому что возможно какая-то из них станет главой моей следующей книги опишу как раз книгу о расставании она будет пока в черновая я не хочу быть с тобой и я хочу церковным благословением я сходила к батюшке сказал что я буду писать такую тяжелейшую книгу и мне дали благословение как уйти и остаться человеком как отпустить и остаться человеком непосильный очень трудный труд но я сделаю я уверена всем любви и добра пока